Ювентус стадиум и матч завершился в ничью 1-1. Ну что касается Ювентусу, то вообще довольно много ничьих наделала команда. И вообще вот если изучать предварительные расклады на эту встречу, то можно было предположить, что целый ряд перестановок вынужденных. И всегда Болонии хватает вот из-за этого и место не такое высокое, как хотелось бы. Но чтобы быть конкретным, скажу, что Болония пока на 14-й строчке в чемпионате Италии. И у нее 3-й строчке. Нужно это учитывать. Нужно понимать, что команда, которую тренирует Церси Косми, сделает все, чтобы выбраться из опасной зоны. Итак, началась игра. Первый удар по мячу сделан. И давайте в составах команд 2 очка, нежели набрал 1. Ювентус в атаке. Удар поворотом. Разминка для желе. Бельгиец спокойно забирает мяч. Удар поворотом. Мяч задевает стенку. И едва не заруливает в левый от желе угол ворота. Мяч просвистел над перекладиной. Дивайо. Нет положения вне игры. И счет открыт. 1-0. Вот на этот раз на грани офсайда открылся Марко Дивайо. И счет на исходе 17-й минуты. Еще раз давайте посмотрим. Да. Касарас задержался. И никакого офсайда не было и в помине. И очень хладнокровно Дивайо распорядился. Этой ситуацией. Пустив мяч. Несколько передач подряд в касание. Борьело. Маркизио слева. Мяч в противоположном направлении передан. И удар из-за предела штрафной площади. Артура Видаль пробил. Начался второй тайм. Давайте еще раз у состава команд. Хозяева Болонья. Хорошая передача. И удар Гастона Рамиреса. Вроде бы мяч неплохо ложился на подъем. Но потоньше. А вот какая опасная передача. Выход 1 на 1. И счет становится равным. Тут же Ювентус использует малейшую расслабленность в действиях оборонительной линии соперника. И реализует свой шанс. Мирка Вученич принимает поздравления. Все как... Опытный Раджи на этот раз ошибся. И не уследил за рывком своего визави. В данном случае Вученича. Разумеется, шикарная передача Пирло. Вспорола она буквально оборону Болонии. И снова Пепе. Подача в штрафную. Удар в ближний угол. Добить! Ой-ой-ой-ой-ой. Какой шанс? Лучше не бывает. Клаудио Маркизио. Казалось уже в... Бурьелло. Это Вученич был. Прошу прощения. Пас направо. Оттуда передача в штрафную. И уже как раз Марко Бурьелло готовился ее замкнуть. Но не попал. Если кого-то из фиболистов Гивентуса убьют в штрафной площади саперника, себя все равно не даст пенальти. Падуин, Конте и еще некоторые представители Гивентуса бросились активно оспаривать. И мне в какой-то момент показалось, что орбит его собирается удалить из технического. Не судя по всему, так оно и происходит. Такая вот двойная замена. Автор гола Мирка Вученич. Поле покидает. Как раз вместо него Эммонелли Джеккирини под 24 номером. И кого-то сейчас заменит. Куаля Рыла вместо Бурьелло. Схожие манеры игры нападающие. Но, пожалуй, Куаля Рыла только по разнообразней все-таки и, наверное, потехничней, чем. Дивайо опередил соперника. Ну, сейчас Бануччи может карточку получить. Он ее получает. Вторая желтая. И она превращается в красную для центрального защитника Ювентуса. Навес в штрафную площадь. И можно пробить. Раджи! Мимо ворот. Три минуты добавлено. В данном случае это не играет никакой роли. Лука Банти дает финальный свисток. Разочарованный жест такой Марко Бурьелло. Я думаю, вы успели заметить такой типичный итальянский. Ювентус рассчитывал на победу. И по тому, как команда привела второй тайм, вот эти надежды были отнюдь не беспочвены. Но следовало так играть весь матч тогда.